Здравствуйте! Это программа новости. Меня зовут Саид Ахмадов. И вот, что будет в нашем выпуске. Бюджет 2017 принят. На что будут тратить? В Грозном прошло большое совещание Рамзана Кадырова. Весеннее преображение через субботник. Наступила весна. Соответственно, весенние обновления должны ощущать и видеть, и в каждом игроке нашел родному Грозному. Жители республики вышли на уборку улиц. Автолюбители Северного Кавказа пробуют трассу Грозной крепости. В Грозном прошел чемпионат по картингу. Коллективная молитва как возможность очистить душу и стать ближе к Всевышнему. Многократно усиливается воздаяние, особенно за утренний намаз, совершенный в Джамаате. Фаджра намаз в окружении своих соратников совершил сегодня и Рамзан Кадыров. Имамом выступил советник главы Чечни, известный богослов Адам Шахидов. Завершилась молитва обрядами тасбих и верт. А до и после коллективной молитвы верующие прочитали мовли ты назма. Грозный богослов Адам Шахидов Северный богослов Адам Шахидов. Северный богослов Тутик Кам calendки в мир, и앙, инициатива, инициатива, инициатива. И когда мы планируем в миру, мы продолжаем кое-каке. Богословся, посвятая кор sued, у нас уже не только крылья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Об экономическом состоянии региона говорил глава республики. На встрече присутствовали все звенья власти – депутаты парламента, прокуратура, руководители министерств и ведомств, главы районов, а также духовенства и правоохранители. На встрече приняли бюджет региона на 2017 год и теперь уже, как здесь было отмечено, главная задача – это грамотно использовать республиканские средства. Рамзан Кадыров также затронул и ряд других актуальных тем. Подробнее в специальном репортаже Алхазура Керимова. Открывая совещание, Рамзан Кадыров напоминает, что сложная экономическая ситуация отразилась на всех регионах страны. Чтобы победить кризис, простого исполнения служебных обязанностей недостаточно. Каждый чиновник и госслужащий должен приложить все усилия, чтобы помочь республике справиться с трудностями, говорит Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров — это грамотно, чтобы помочь республике справиться с трудностями, чтобы помочь республике справиться с трудностями. Рамзан Кадыров — это грамотно, чтобы помочь республике справиться с трудностями, чтобы помочь республике справиться с трудностями. Премьер-министр рассказал о прошедшем в Сочи Международном экономическом форуме. Кризис затронул и множество бизнес-проектов. Предприниматели обеспокоены экономическими рисками. Кризис в Сочи Международном экономическом форуме. Город в жизни. Продолжение следует... Глава республики отметил, что принятие бюджета – это еще не решение проблемы. Чиновникам необходимо не только укладываться в рамках существующих средств, но и стараться способствовать наполнению бюджета. Продолжение следует... 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 Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. И вот, она начинает провести работу, как я сказал, и проверяйте. И вот теперь я к тебе запретую проверить. И вот эта задача, и она уничтожит с себя. Она уничтожит с себя когда мокрой. И вот эти ситуации, на каком-то депутат, делать не буду. Других шторм, она уничтожит с гкойцами. А если выходит с себя, они уничтожили. Продолжение следует... 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 Южно, всегда. Я всегда не знаю. Мне не нужно, чтобы было оборудование. Я не знаю что. Ниже, он поедал закрытror, и говорил, что нет. Но потом вот и узнав. Ниже даже. Ниже, мы бы судили не выдаю Павел. Ниже, уникальше. Похоже, как вы думаете, что-то пришло на выражение. Ниже, на эту сеть. Мечети не должны пустовать. Богословы, в свою очередь, обязаны призывать и своим примером показывать необходимость коллективных молитв, говорит глава республики. Рамзан Кадыров прокомментировал и то, как некоторые граждане реагируют на приезд в Республику российских знаменитостей. По его словам, они просто не понимают, что благодаря известным людям тоже формируется имя же республики. Это открывает для региона новые пути развития. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Это очень красиво, закрытая одежда, хиджаб, украшает девушку Альчу, цан, ручку Альчу, подпишись миллионами на их мнение хитма, старается преподнести хиджаб как врага народа. Рамзан Кадыру призывает присоединиться к участникам субботника, чистота половина веры, напоминает глава региона, каждый должен следить за порядком на своем участке, и это касается как юридических, так и физических лиц, иначе по отношению к ним будут применены административные меры, вплоть до постановки вопроса об изятии заброшенных территорий. Если вас не хотите, то на самом деле мой первый вопрос. А честный вопрос кwahтий, а вы все это застоит. Что касается ВНР, вы все это застоит. Вы все это застоит, что без каждого времени прибыли, я не могу делать что-то, я вам не могу сказать, что я могу сказать. Это у меня есть тех, кто из них что-то не хочет. Они говорят, что, что я вам не знаю, что у меня есть. и просто без себя, они просто не могут поддерпеть их. Но мы не можем снять жертвы, мы можем снять жертвы, которую мы должны есть и родить бульоны. У них нет,öне? Я не могу, Паймал. Паймал, я хочу сказать, Если в чём у них есть жертвы, я не буду жертвы, благодарить, например, что я не могу снять жертвы, который был заблуден. Продолжение следует... 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 Парагонные структуры, спецслужбы совместно с декабря месяца провели хорошую работу, выявили несколько групп, уничтожили, есть задержаны. Это большой успех для обеспечения безопасности региона и даже в государстве в целом. Еще раз хочу сказать слово благодарности людям, которые днем и ночью служат во благо нашего народа. Торжественный ужин, посвященный проводам Магомеда Бибулатова в Америку, прошел в одном из ресторанов Грозного. Один из лучших российских бойцов, еще не знающий в своей карьере поражение, уже завтра вылетает за океан. Сегодня попрощаться с Чаборзом приехали все одноклубники, руководство Ахмата и глава Чечни Рамзан Кадыров. За ужином поговорили о предстоящем поединке Бибулатова в UFC. Напомню, дебютный поединок чеченского бойца в лучшей на сегодняшний день Лиге смешанных единоборств состоится 9 апреля. Соперником Магомеда станет филиппинец Джиннеллауса, на счету которого 7 побед и 2 поражения. Джиннелл уже успел провести свой первый бой в американской лиге и победил решением судей. Противостояние Магомеда Бибулатова и Джиннелла Лауса пройдет в рамках турнира UFC 210 в городе Буфало. Рамзан Кадыров и одноклубники Чаборза не сомневаются в успехе своего бойца. Магомеда Бибулатова и Джиннелла Магомеда, 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 Магомеда. И они не нашли. Они подходят от королевы. В моем successении. Я приду вести под компаниями. Я не contribурую с этим. И миру твой наше отношение с границей. Он пришел в History. Отсовет в лишний раз. Вчера этого добирается током. Он не нашел, но он не может быть, но вы не знаете. Субтитры подогнали Симон. Мы все иностранные. И мы сейчас получаем инфу gauche в доме. где у нас и ухо попал, что делал в салоне 8 минут в часа. Мы не знаем! Мы не знаем! Мы не знаем! Мы находимся на мастер, в котором мы делаем интернет, но мы не знаем! Мы видим, что мы видим, Это направление и announcements ленивается по другу человеку. Если кто-то улетает, они являются или о viuarcи полет. Нет, я не знаю, что я не знаю. Но я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я знаю, что я не знаю. Я знаю, что я знаю. Если мы хотим заявить, что самое лучшее клуб, самое лучшее бойцы – то нужно трудиться. Физически, умственно, надо развиваться. Зависть, ревность. это что можно сказать. Если человек знает, то как больше получается. Чтобы это было результатов. На небольшой результат поступало руку. А я сказал, что я думаю, что вы готовы. Вы не только верёте, но и еще не получали деньги. Они получали деньги. У них нет денег. У них нет денег. И BROWN, и тут еще нет денег. И ничего было, что на свободе у меня стало, и тогда я говорю, что это... Уже мы заявили себе, да, сейчас надо собирать все поясы, да, из Шумадо еще один годишник, да. Надо обедки, видите? То, короче, уже балет-то дать, овушки, ну и там, балет-то кечем-кичем из-за. В стенах ЧГПУ состоялась 13-я торжественная церемония вручения ежегодных премий региональной и общественной организации Интеллектуальный центр Чеченской Республики. Представители законодательной и исполнительной власти Чеченской Республики, научной и творческой интеллигенции собрались для награждения лауреатов. Премия присуждается тем, кто отличился своей деятельностью в различных сферах. Элина Дадаева продолжит тему. В этом зале собрались те, которые в течение многих лет ведут кропотливую, скрытую от посторонних глаз, но вместе с тем общественно значимую работу в различных сферах. Их труд неоценим, и он направлен на сохранение развития национальной культуры и образования. Одна из таких – Зарган Умхаева. Чеченский физик, обладательница гранта Академии наук США и автор многочисленных научных публикаций. За 35 лет женщина сумела достичь больших успехов в этом направлении. И эти успехи отметили в номинации «Наука». Я вообще-то поступала на физико-математический факультет в 74-м году. Там было два отделения – математика и физика. Я очень хорошо знала математику в школе, я сразу после школы поступала. И мне показалось тогда под неопытностью, что в математике мне делать нечего, что я математику знаю настолько хорошо, что я буду обучаться на факультете физико-математике зря. И поэтому поступила на физическое отделение. И только тогда, когда я начала обучаться на этом факультете, я поняла, что и в математике столько же неизведанного, сколько и в физике. Но уже появился интерес к науке физика, и я не стала менять то отделение, на котором я обучалась. А вот для Рабадана Ургуева премия стала приятной неожиданностью. Заслуженный врач-терапевт в настоящее время на пенсии. Во время боевых действий он не уезжал из республики, помогал тем, кому была нужна медицинская помощь. Серебряная сова нашла своего героя. Врач говорит, что такая награда должна стать предметом гордости для каждого ее обладателя и стимулом для дальнейших успехов. Работаю врачом, 42-й год. Приехал по распределению в Гурмейский район. Все время работал там терапевтом, замглава врача района. Сейчас на пенсии, тем не менее продолжаю работать терапевтом. Приятно, что людям делаешь приятное, приносишь здоровье, что нужен людям в наше время. Человек на пенсии, на отдых, и вдруг вспомнили. Очень приятно. В номинации журналистика лауреатом премии стал заслуженный журналист Чеченской Республики Саид Магомед Баширов. Также главный редактор телевидения, заслуженный журналист Республики Лалите Хакимовой за активное содействие освещения деятельности интеллектуального центра вручили медаль за профессиональную честь. Это уже 13-я церемония вручения премии «Серебряная сова». Каждый, кто поднимался на сцену, давал высокую оценку деятельности региональной общественной организации «Интеллектуальный центр». Она много лет всячески поддерживает ученых. 13-й раз, где присуждаем лучшим врачам, лучшим ученым, лучшим деятелям культуры «Серебряная сова». Это является хорошей мотивацией для интеллигенции. И самое главное, что есть такой интеллектуальный центр, который оценивает ежегодно лучших представителей интеллигенции. Я хотел бы сказать огромное спасибо Рамзану Ахматову, который сегодня создал идеальные условия для развития образования и науки Чеченской Республики. В обществе всегда были люди, совершающие ежедневный подвиг, незаметный остальным отметил в своем выступлении председатель Совета интеллектуального центра Бекхан Хасбулатов. По его словам, главная задача – сделать вклад в развитие науки. В этом году, в отличие от предыдущего года, даже от предыдущих лет, мне хочется сказать, что в номинации «Учитель» у нас два лауреата. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что номинантов достойных людей было очень много. И жюри приняло решение, чтобы не один человек, а два человека были. Лауреатами это свидетельствует о том, что интеллектуальный центр служит в интеллектуальной сфере Чеченской Республики. Ежегодно центр стремится отмечать успехи не только уже состоявшихся ученых, врачей, преподавателей, но и мотивировать тех, кто только начинает. Организаторы говорят, каждый, кто посвятит себя наукам, должен помнить – общественное признание должно быть важнее и ценнее любых подарков. Элина Дадаева, Шамиль Саламов, Дени Хавхаров. Новости. В станице Наурское прошло освящение православного храма. Церковь построили еще в прошлом году благодаря поддержке Рамзана Кадырова. Примечательно, что храм Рождества Христова возведен на историческом для станицы месте. Назначимым для православных Чечни событий побывал Латина Тинамзашвили. Праздничный звон церковных колоколов раздается по всей округе, а внутри долгожданная божественная литургия. В Наурском храме, который открылся в прошлом году, сегодня проводят таинство освящения. А это значит, что он из обыкновенного здания станет святыней. Теперь с освящением храма Рождества Христова здесь можно будет проводить такие религиозные обряды, как венчание, крещение и другие христианские таинства. Такой обряд проводят в церкви единственный раз, и провести его может только епископ. Потому здесь сегодня епископ Махачкалинский, Грозницкий, Варлаам. Он отметил, что это событие имеет огромное значение для региона. Для республики Чеченск это очень важное событие, потому что республика является многонациональной. Нам очень важно, чтобы здесь был мир межконфессиональный, межнациональный. Для этого очень много делает глава республики. И всегда, когда я с ним общаюсь, он всегда говорит, что у нас есть единая Чеченская республика. Глава республики на самом деле свою целью имеет, чтобы мир был здесь. Чтобы люди различных наций, конфессий, могли общаться, могли выражать свои чувства, могли приходить в храмы, мечети, молиться за нашу общую родину, за нашу Россию. Сегодня, благодаря главе Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, мы имеем красивейший храм, один из самых красивых на Северном Кавказе. Мы видим, что глава Чеченской республики равно относится ко всем национальностям. Практически каждая деталь храма изготавливалась индивидуально. Он стал одним из самых красивых на Северном Кавказе. Новую святыню построили на месте, разрушенной еще в 30-е годы церкви. Строительство новой, уверены здесь, это восстановление исторической справедливости. Для прихожан это большой праздник, долгожданное событие. Сейчас у нас происходит торжество исторической справедливости. Мы будем надеяться, что это повлияет благоприятно на духовную жизнь в Тонице. Праздничные богослужения собрали православных верующих из разных районов. Среди них и 93-летний ветеран Великой Отечественной войны. Вот я услышал от людей, что освещение будет церкви. И для меня радостно, что теперь будут куда старики ходить, молиться, Бога просить. Иерарх благословил присутствующих и пожелал всем православным жителям Чечни впредь собираться для совместной молитвы. Благо, скоро в республике станет одним храмом больше. Его уже строят в станице Шелковской. Тинатин Музашвили, Хаважа Мунаев, Ислам Расуев. Новости. Жизнь на ощупь. Жительница Грозова Мария Магомадова доказала, что для успеха нет никаких преград. Видите, она перестала еще 9 лет назад, но это не помешало ей освоить новую профессию. Она работает массажистом. Ее руки творят чудеса. Так говорят они, ее пациенты. О воле к жизни, целеустремленности и вере в чудо расскажет моя коллега Хавая Дива. В работе это чуткое отношение к пациенту, поддержать его морально, знать свою работу и стараться сделать максимально все, что зависит от недработника. Болезнь своих пациентов она видит руками. За эти 5 лет они еще никогда не подводили, говорит Мария. Помогать людям и облегчать их страдания. В этом она видит свое предназначение в жизни. В основном у меня инсультные больные. Обычно у них рука-нога, параличи, после комы, бывает так, что опухоли. Потеряв полностью зрение, тогда 9 лет назад она не опустила руки. Нашла в себе силы, чтобы заново научиться жить. Ушла из прокуратуры и решила освоить совершенно новую профессию – массажист. После нескольких лет учебы в Кисловодском медицинском колледже она вернулась с дипломированным специалистом. Принято считать, что незрячие массажисты обладают повышенной чувствительностью рук и, как следствие, особыми профессиональными качествами. Недаром в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Хамбиева Мария Магомадова работает уже четвертый год. Посоветовал родственник, настоятельно порекомендовал. У него тоже самый диагноз, как и у меня – вегетососудистая дистония. Сегодня первый сеанс, даже несмотря на то, что первый сеанс, ощущения очень хорошие. В процессе почувствовалось, что рука профессионала, золотые руки. Потому как она уверенно идет, сразу не догадаешься, что она ничего не видит перед собой. Каждый день на протяжении многих лет она поднимается по этой лестнице, поэтому знает здесь каждую ступеньку. Дома ее ждет четырехмесячный ребенок Есмина и повседневные женские хлопоты. Все как в обычной жизни, только видит она руками. Свет для меня – это мой ребенок. Какие бы невзгоды ни были, какое плохое настроение бы ни было, все равно, взяв его на руки, поигравшись с ней, все забывается. Даже любая усталость, после работы приходишь, тоже забываешь. На вопрос, откуда черпает силы, отвечает. Вы знаете, когда ты идешь на работу, и тебе пациент говорит, когда у него улучшение, когда у него рука, нога двигается, когда у него боль прошла, когда он выздоровел, вот оттуда и черпаешь. Уже хочется и работать, и жить, и помогать кому-то. Несмотря на потерю зрения, год назад она сумела создать крепкую семью. Однако счастье продлилось недолго. Через 10 месяцев совместной жизни супруг Марям погиб. Свою дочь он видел всего несколько недель. Но за это время, прознается женщина, он успел стать самым настоящим, самым верным другом. Он меня провожал на работу каждый день. И рода, юги, Марьям, Деберг, Тедогл, Хапацент, Шандал, Маршал, Дуэл Оли, Оларцу, Чеч, Дайман, Муглар, Оли, Ере, Худо, Оли. Всегда спрашивала о моих пациентах. Всегда желала им здоровья. Я даже иногда говорила, всю и цембала, баця, пациент, тебе, Оля. Помыть посуду, в полы и скупать ребенка. Все это она уже привыкла делать сама. Несмотря на все невзгоды, она продолжает жить и верит в чудо. Ведь оно в ее жизни уже случалось. И не раз. Это семья, это ребенок, и то, что она освоила новую профессию, тоже называют чудом. Хотя скептики скажут, что это просто случайность. После того, как я ослепла, я жила с двоюродной сестрой, и у нее разболелась голова, я сделала ей массаж головы. После чего она сказала, что массажа АХЛ. После этого я пошла в ВОЗ, встала на учет, это общество слепых, российское. Оттуда уже я пошла учиться в Кисловодск. Марья Магомадова, пример веры, упорства, боли к жизни. Говорит, главное для нее – это результат ее работы, здоровья пациентов. А когда на душе становится очень тяжело, это, говорит, не страшно. Ведь, вернувшись домой и обняв свою дочь, все тревоги проходят. Даже потеряв зрение, даже став инвалидом, нужно жить, приносить пользу людям, сделать кого-то счастливым, здоровым, помочь. А Гамдулила – это очень хорошо. Хочем-то ты можешь помочь. Мартовская уборка. В первый месяц весны по всей республике проходят масштабные субботники. Очистить улицы от мусора и благоустроить территорию выходят работники министерств, ведомств и местные жители. Только в Грозном в акции приняли участие несколько тысяч человек. Подробности у Зарины Хамтиевой. Март в республике объявлен месяцем чистоты. Несколько тысяч человек со всего Грозного под девизом «Очистить весне дорогу» вышли сегодня на Большой субботник. В нем приняли участие работники всех ведомств, учреждений и коммерческих организаций, а также неравнодушные жители города. Я иду, потому что субботник я иду. В одном только заводском районе на субботнике было более тысячи человек. Но убирали не только мусор, также красили бордюры и белили деревья. К обеду большая часть работы была уже окончена. Отрадно, что без какого-то особого контроля люди сами уходят с интенсивой, с энтузиазмом на веренные им участки и активно принимают участие в этих субботниках. И на глазах видно, что гор приближается, становится чище. Тем более, что наступила весна, соответственно, весенние обновления должны ощущать и видеть и в каждом горке нашего родного города. Сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний провели субботник совместно с судебными приставами. Сегодня порядка двухсот человек работают в этом районе. Также наши сотрудники принимают участие в субботнике и в других районах, где находится подразделение нашей службы. В субботнике. Я еще это рада. Я не могу остаться дальше. А в субботнике я еще туда была. Вокруг школы, в дворах многоквартирных домов работали и в Октябрьском районе. Настроение хорошее, рабочее. Как видите, мы рады облагородить свою территорию, почистить. Это, по-моему, должен каждый человек делать. Как у себя в доме, чисто так и по городу, наверное, чтобы приятно было. Подобные работы здесь проводятся не только в субботу, но и в другие дни. Даже в будни на улице выходят сотни человек. Принять участие в работе приехал и префект района. Все выходят, все рады к этому. Все частные дворы, как вы видите, проходят везде. Во всех частных дворах выходят в субботники. Во всех муниципальных дворах по территории Октябрьского района. Субботники будут продолжаться до конца марта. Так что задача главы республики поставлена. И мы нечего это выполнить. Не остался у стороне и Ленинский район. На этой территории каждый год субботник проводит «Грознефтегаз». Столица поделена на секторы, каждый из которых закреплен за каким-нибудь ведомством. Субботники в Грозном уже давно стали доброй традицией. Зарина Хамтиева, Магомед Мударов. Новости. Крепость Грозная собрал любителей автогонок из разных регионов Северного Кавказа. Здесь прошел день открытых дверей и одновременно чемпионат по картингу. Попробовать свои силы и оттащить навыки на профессиональной трассе приехали и представители автоклубов республики. За скоростными баталиями наблюдал из Наур-Заурбеков. Для любителей высокой скорости и крутых поворотов сегодня, пожалуй, самое значимое событие. Сезон автогонок этого года крепость Грозная началась со дня открытых дверей. Сюда съезжаются автолюбители даже из соседних регионов. Для гонщиков-любителей это хорошая возможность улучшить свои навыки вождения. Периодически мы проводим такое событие, такое мероприятие, когда любой желающий, подав заявку, может предварительно ознакомиться с трассой, получить навыки вождения, получить рекомендации от нас о том, как управлять автомобилем в экстремальных условиях. Ну и надеюсь, что кто-то из подобного рода мероприятий придет в большой автомобильный спорт. Среди желающих бесплатно прокатиться на гоночном треке представители автоклубов республики – BMW, Mercedes и отечественная «Волга». Автолюбители сегодня пробуют себя на профессиональной трассе. Среди участников есть гости из Северной Осетии и Алании. Ребята гоняют на треках крепости Грозной с первых дней открытия автодрома. И участвуют в спортивных мероприятиях, которые здесь проходят. Хочу поблагодарить руководство республики, а также руководство автодрома, который предоставляет возможность обычным водителям повышать свои навыки вождения. Сегодня мы приехали с моим товарищем, он купил машину. И чтобы поднять навыки вождения, мы решили опробовать его и его машину на трассе Форд Грозной. В день открытых дверей, когда здесь может прокатиться любой желающий, проходит и первый этап чемпионата республики по картингу. Начинающие гонщики, местные и приезжие, сегодня оспаривают титул чемпиона Чечни. Это большой опыт, как-никак я участвую в чемпионате, в СОДе. Это большой опыт для меня. Увлекаюсь уже как месяц, с 1 февраля. Хотя картинг – простейшая гоночная машина, он набирает большую скорость. Ребята показывают нешуточную борьбу. В попытке вырваться на первое место участники подрезают друг друга. Но любое нарушение фиксируют судьи. По итогам гонки лучшее время показал Халид Альвиев. Он пришел в автоспорт два года назад. За это время успел принять участие в различных турнирах и войти в состав чеченской команды «Ахмат Рейсинг Тим». Каждая тренировка очень важна для меня, так как я уже представляю клуб «Ахмат Рейсинг Тим», я являюсь пилотом. И вот такие гонки, такая борьба, это продает, во-первых, уверенность, а во-вторых, уходит страх на соревнованиях. После окончания чемпионата ребята делятся впечатлениями. Говорят о сложностях в прохождении трассы. Такие состязания администрация автодром будет проводить регулярно. Из Науш, Заварбеков, Расул Арцухаев и Истам Расуев. Новости. Накануне футболисты Терека, Резван Уциев, Аблаймбэнк, Родолфо и Бернард Бериша побывали в детском социально-реабилитационном центре. Здесь, в спортивном зале, устроили настоящий футбольный матч, который успешно завершился ничьей. Эмоции и радость от этой встречи читаются на лицах детей. Неожиданные гости привезли для ребят и подарки. Общение с воспитанниками центра получилось ярким и запоминающимся. Это были все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.